Мои хорошие, Зуля ходила сегодня на прогулочку и принесла пирожные. Такс, открывай. Эти два нам. Так, эти два наши и это... Это для мужа моего. У него шоколадный суфле там внутри, да, ты говоришь? Не знаю, банан, сказал внутри. Банан? Банан. Как называется выпечка? Эпель. Пожалуйста. Кунди. Кунди. Кундиферин. Я даже не видела такой. Вот это очень вкусное должно быть, так как я пробовала его в торговом центре, а там только побольше было. Это в сливке там, да? Я надеюсь, что что-то... Ну, как сухле. Сейчас попробуем. Всем приятного чаепития, аппетита и так далее. Нам тоже. Ай, сынуля! Вот он, у меня сынуля на руках. Вот. Вот-вот. Воюет со мной. Телефон требует. Он требует телефон. Он хочет драться, драться, драться. Да. Осло. 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 Привет-привет, мои хорошие. У нас последний день февраля, и мы решили выйти прогуляться. Последний зимний день. Сегодня Зуля, я и дети. Мужа нет. Муж на работе. Кому-то же надо нашей семье деньги зарабатывать. Мы приехали на конок к морю, чтобы деточки подышали, как обычно. Погода сегодня солнечная. Вроде как солнце то выглядывает, то уходит, не поймешь. Но холода нет. 12 или 13 градусов. Очень хорошая погода. Для прогулки самое то. Детки спят. Сегодня, хотя четверг, не выходной день вроде, но народу многовато. Больше, чем было в прошлый раз, когда мы гуляли здесь. Я все жду, когда на этих деревьях появится зелень. Но такое ощущение, что она до лета не появится. Ветки слишком короткие. Музыка впереди. На этом районе всегда кто-то сидит, играет, зарабатывает. Кто-то вокруг пляшет, танцует. Сейчас посмотрим. Танцующих нет? Народу много там столпилось. Танцовать лучше? Да, очень. Всем привет. Мамечка вам привет, привет передает всем. Кто-то спрашивал, уехала она или нет, так как ее пару раз не было в моих видео. Нет, она не уехала и не собирается пока. Женщик 10 лет не собирается уезжать, она. А что только 10? Да, и, да, и, да, и сколько народу вокруг скопилось. Я всегда хочу поснимать. Да. Хотя облака вроде такие сероватые, но небо красивое. Так, я забираю коляску, ты поснимай. Мои лопатулечки впят. Дома категорически не хотели сегодня. Они спать, капризничали, умирали, хотели спать и капризничали. Как только я их вывела, сразу уснули. Так, там все у меня и поют, и танцуют. Сейчас я вам сниму. Девочки танцуют там внутри. Молодцы, девочки. Это чисто мимо проходящие девочки. Просто решили станцевать. Здесь это нормально. Никто не осудит, косо не посмотрит. Часто можно такое увидеть. Закончилось музыкальное приветствие. Вот, смотрите, эмблема из мира. Назар Бондук. На этом фоне все фотографируются. У меня тоже есть фотография на этом фоне. Из-за того, что у моря ветер, ну, хоть мало, но ветер, боялась. И надела вот этот вот дождевик. Он от ветра тоже спасает. Красота. Уже все зазеленили. Вот свежая прям трава. Свежая, свежая. Только постеленная я вижу. Мы на даче стелим постоянно каждый год. Поэтому я знаю, как выглядит только постеленная трава. Она еще не успела прорасти. Видите? Парома. Уточки? Удочки. Удочки не могут красотой испортить. Море. Здесь всегда рыбаки ловят рыбу. Первое время, когда я приехала в Измир и гуляла сама, я приходила часто вот сюда. На вон эти вот лестницы. Лестницы зеленые. Там сидела у моря. Голодная, Суши. Клянчит, кушает, кушает. Говорит, хочу. Я говорю, денег нету, Суши. Не могу я тебя накормить сегодня. Боже мой. У меня есть деньги. Я накормлю тебя. Серьезно? А можно этот... Откуда доход-то? Доход. Тут многие интересуются. Таня, мы идем в сторону кафешек, там найдем какой-нибудь, куда можно с нашей вот этой вот машиной заехать. Куда-нибудь. В одну кафе, она не зашит. Я понимаю. Конечно. Это по лесу, да, забита. Забита. Здесь контингент уже немножко другой. Сердечки еще с 14 февраля остались. Всю панораму портит. Знаете, что? Вот это вот, что вот здесь вот собирается. Пена, грязь, мусор. Сейчас-то не грязно. Пенка собирается. В итоге, чтобы поесть, мы пришли в мое любимое кафе Хаса Муста. Я сюда, когда была беременна, постоянно припязала попить чай с пироженкой или поесть мороженое. Я люблю мороженое, которое продают именно здесь, карамельное. А в беременность оно мне очень-очень нравилось. Я настолько много его здесь ела. Даже официанты, когда у меня еще животика не было, официанты у меня уже спрашивают, вы в положении. Вот так вот. Сели мы на улицу. Не совсем прям на улице, здесь крутое место. Сейчас покажу. Вот, крытое место. Прямо над нами вот такая вот отопительная печка, но она не включена, чтобы не было слишком жарко. Так, вот за соседним столом включена. Дети рядом. Дочь ест. Синуля спит. Прямо по горизонту море, как видите. Здесь свежий воздух. Здесь не курящая зона. Мне очень нравится курящая зона, которая прямо на улице. Еще внутри есть. Внутри тоже сейчас есть, если смогу снять. Засниму. Отсюда заходить не буду. Я внутри много-много раз снимала. Там выпечка. Очень красивый шоколад. А уборная там какая красивая. И выход у этого кафе на две стороны. На ту сторону улицы тоже есть выход. И тоже на улице кафе. Но там я практически не видела, чтобы кто-то сидел. Сколько хожу сюда, не видела, чтобы вообще сидели. Но там тоже очень красиво. Заказала я мясное блюдо, а Зулечка курочку. Посмотрим меню сейчас цены, если что-нибудь. Так, открыли мы макароны разные-разные. Местные манты 26 лир. Тоже манты хрустящие, 26 лир. Ну, вот примерные цены. Это все макароны. Это у меня ожог. Это я спешила приготовить смесь и обожглась. Я заказала какое-то мясное блюдо. Это цены на мясные и на куриные блюда. Это суп 14 лир. Это курочка 27 лир. Это что это же? Курочка 27 лир. Ну, то, что подешевле, это курочка. Подороже это получается мясо. Вот это вот, который 35 лир. Вот на картинке. И сладости. Трилечей я люблю. Кофетроли 15 лир. И так далее. Цены здесь, ну, не очень дорого и недешево. Такие хорошие средние цены. Вы представляете, настолько быстро принесли блюдо. Я осталась в шоке. Даже 5 минут не прошло с заказа. Вот мое блюдо. Внизу пюре, мелкий лук, мясо, специи. Выглядит и пахнет очень вкусно. А вот Зулина курочка. Хотя ей сейчас такое нежелательно. У нее болел желудок несколько дней. Сейчас вроде нормально. Мне кажется, тебе такое вредно будет. Но выглядит так вкусно. Ты заметил, как быстро принесли? Ну вот, я вообще удивилась. Соленье. Аджидильме? А, это щеки лед. И хлебушек. Всем приятного аппетита. Как и за столом. Вышли мы с кафе, поели. Я поела мороженое. Так хорошо. На улице поднялся ветер. Но все равно мы гуляем у моря. Доча спит в коляске. Сынуля у меня на руках. Не знаю, видно, не видно. Как-то так. Мы идем в сторону Алсанджака. Ну, это уже, в принципе, и есть район Алсанджак. Здесь, с правой стороны, кафешки-кафешки. Слева море. Прекрасно пахнет морем и зеленой травкой. Это дорожка, по которой мы идем. Она мягкая. Я прям чувствую, как она под моими ногами. Мягкая, мягкая такая. А сынули так хорошо у мамы на руках. Я надела шапку. Взяла с собой шапку и шарф. Я не люблю холод. Не переношу холод. Лучше, как говорится, переблить, чем мне даблить. Мне болеть нельзя с двумя детьми. Красиво. Так пахнет травой. Летом можно будет здесь сидеть. Если чистое место найдешь, где собачки не нагадили. Что интересно означает? Вот это 100. Максимальная скорость. Поверь. А это что такое? Где? А, тоже непонятно что. Везде какое-то непонятно что. Ага. Вот с этой стороны так красиво сейчас снимать. Смотри. Цвета красивые. Аппаратик. Пока закрываюсь. Уложила сынуля в коляску, потому что долго его на руках носить не могу. Поясница все-таки дает о себе знать. В обычное время, хоть она не болит, но от нагрузки она очень быстро у меня начинает болеть. Потихонечку солнце садится. Вот. Закат. Красота. Зылечка там в сынулю развлекает, по-моему. Он борчал, не хотел в коляску садиться. Ложиться вообще не хочет, садиться тоже. Только чтобы вот все смотреть по сторонам. Сейчас, наверное, потихонечку мы будем уже в сторону дома двигаться. Сейчас дойдем до площади, вот до того памятника. Вот до того памятника и обратно будем двигаться. Птицы возмущаются. Здесь, видимо, будут цветы сажать скоро. Потому что здесь летом, когда гуляешь, бывают цветы. Бывают цветы. Паромчики приплывают, уплывают. Так, мы потихонечку подходим к станции Бостонлы. Ой, господи, какой Бостонлы. О, Сан-Джак. Видимо, сынуля не успокаивается. Я вижу, Зуля там его и так и сяк. Придется мне его взять все-таки на ручки. Пойду поспешу. Спасибо.